Привет, Дима, привет. Как там Германия? Как погода? Добрый вечер. Да, все хорошо. Погода, но у нас сегодня солнце светило весь день. Сегодня хорошая погода, осенняя. У нас тоже что-то потепляло сегодня. Ты мои картины видел последние, нет? Ну да, я вот последние ролики смотрю, у тебя прям все это то одна, то другая стоит. Ну, одна другая краска. Используй энергию стресса, как стресс-трамплин. Как стресс-трамплин. Как только какой-то стресс возникает, какая-то, ну, вот это вот беспокойство, что я сразу эту энергию напряжения перекидываю на решение своих задач каких-то. Вот мне картина там, допустим, я в момент, когда точка напряжения, я вспоминаю, что мне предстоит делать. Рисовать, например, да? А мне вот час назад вообще не хотелось рисовать. Ну, настроение было другое, там хотелось что-то делать. Но знаешь, у меня надо картину закончить. Я поймал вот это напряжение, раз подумал о картине. Да, и в этот момент, когда я подумал о картине на точке напряжения, помечтал, что я буду рисовать, ее шикарно, какое у меня состояние должно быть и так далее. Возмечтался за эту секунду. Ну, заранее я уже приготовил, о чем мечтать, в точке напряжения. И потом, после этого, смотрю, я как-то отошел от стресса быстро. Да, и желание появилось рисовать. Ты представляешь, мотивация регулируется. Поэтому, что адрес появился, куда эту энергию направить. А если люди не знают, что в момент стресса надо помечтать в этой точке напряжения, этот стресс их начинает угнетать, разрушать и так далее. Слушай, а я знаешь, что придумал? Анализировал, хочу с тобой посоветоваться. Анализировал, почему ислам быстрее распространяется в последнее время. Потому что вот я подумал, подумал, может, я ошибаюсь, потому что я не очень в этих вещах разбираюсь. Я подумал о том, что ведь парадигма, парадигма любви ближнего, она идет от Моисея. Это же не Христос придумал. Это еще Моисей говорил, люби ближнего. Ну, получается, что кто ближний, спрашивали Христа. И Христос провел притчу о самаритянине, да? Да, была так он. Да, что там кого-то там побили, он там валялся. Христианин ошел какой-то иноверец, самаритянин, который вовсе не христианин, но он этого мужика поднял, одел, умыл, накормил, еще и денег на дорогу дал. И потом Христос говорит, ну, кто ближний? А все поняли, говорят, да, говорят, самаритяне. Вот так и вы любите дубого, кто бы он ни был. Так вот, получается, у Моисея ближний – это соплеменники, у Христа, получается, все, а у Магомета что получается? Он тоже говорил о ближнем, а как же? Там разными словами, но одно и то же. Это вечная ценность – любить ближнего. Так я потом подумал, слушай, а вот эти вот банки, кредитование и прочее, у Моисея, когда, говорят, соплеменников, значит, там между ними меньше вот эта ростовчическая, или как это называется. Короче говоря, у Христа еще меньше, а у Магомета совсем мало. То есть, по существу, вот эта любовь к ближнему, она же ведь в институтах общества. Что я должен сделать? Какие деньги отдать, если мне кто-то субсидировал? Банк там, или дюк там, или общественная организация? У кого какой процент отдачи? Мне показалось, что в исламе меньше всего. Процентная ставка. Процентная ставка. И поэтому, может быть, я, может быть, ошибаюсь, может быть, поэтому ислам распространяется быстро, потому что там меньше всего денежная отдача за поддержку. Ну, идея, конечно, интересная. Хотя вот я сейчас вспоминаю, по-моему, есть, или я, по крайней мере, слышал, что существуют банки, которые основаны на, ну, как на, ну, не на Коране, как на их ценностях мусульманских, и что там чуть ли вот расставщичества, ну, почти нету. То есть, понятно, что банк все равно от процентов живет, но там, да, действительно какие-то прям совсем минимальные, да, именно вот чтобы только работу банка поддерживать. Вот. А насчет, я не знаю, является ли это там основной причиной того, того, что ислам распространяется быстрее остального. Может быть, ну, первое, что мне приходит в голову, христианство — это более старая религия, особенно здесь, в Европе. Вот. И сейчас, например, в той же Германии очень много человек, людей выходит из церкви, то есть покидает ее, да, то есть покидает в плане чего, в каком плане. То есть здесь есть даже налог, церковный налог, если ты состоишь в какой-то церкви. Вот ты работаешь, да, вот как отдаешь на пенсию, отчисление туда-сюда, есть налог вот на церковный. Ну, я его никогда не платил. Я когда в Германию приехал, я это самое, сразу знал, что это... Я не собираюсь туда ничего и платить, хотя, в принципе, да, то есть я не могу назвать себя как, ну, атеистом в классическом понимании, что вот там Бога нет и так далее. То есть он есть, но просто я его чуть-чуть по-другому, наверное, понимаю, чем то, как церковь об этом рассказывает. Вот. Почему я об этом рассказываю? Потому что у меня сейчас создается впечатление, что люди потеряли доверие, многие люди потеряли доверие священникам, всем, кто участвовал в этом процессе, то есть в церкви. Конечно, там есть хорошие люди, там правильные ценности и так далее и тому подобное, но очень много скандалов было, причем именно там даже вот, да, с детьми, там, там, педофилия, там. У нас кёльнский кардинал, вёльки фамилия, вот буквально вот уже несколько месяцев, ну, уже не сказать, что гремит скандал, да, что-то там было. Я, честно, даже не читаю, но я вижу, что, да, кардинал кёльнский, это один из самых в Германии, да, значит, им как минимум в Европе, и там просто какие-то там ужасные вещи происходят, люди покидают церковь и бегают оттуда. И поэтому, видимо, что-то, наверное, связано со всем вот движением, там, вот этих, там, толерантность, туда-сюда, семья как ценность уже вроде не такая, да, вот здесь начинает вот это вот всё набирать обороты. Я вот думаю, что это как-то больше с этим связано, какое-то нацеленное разрушение религии как таковой, как опоры общества, да, вот чтобы изменить мир, измени вот основные, основное мировоззрение. Вот посмотрите, интересно, вот сейчас же это циркулирует в интернете, что вот этот вот с этой модной штучкой, что это придумали те, которые хотят эксплуатировать мир, которые хотят, больше денег на этом заработать, поэтому все хотят под контроль поставить, поэтому это придумали. Я подумал, может быть, они как раз и те, которые, вот эту идею первоначальную расставщичества в максимальной степени, ведь это по существу контроль, это контроль над людьми. Ну да. Да, поэтому, слушай, ну ладно, это такая тема, Дима, мы еще на это подумаем, я думаю, мы с тобой еще в следующий раз поговорим, потому что мне интересно именно с тобой на эту тему поговорить, потому что ты с немецкой ментальностью очень педантичный, пунктуальный, четкий, четкий, и ты там можешь проанализировать, как вообще-то с этими банками там мусульманскими, христианскими и иудаистские отношения, вот эти вот все религии, почему эти смены парадигм происходили, взаимоотношения между основателями религии, и, конечно, самая современная, самая меньшая ставка, наверное, там, поэтому она смена парадигм ставки самой. Ну, я тебе эту картину не случайно показал, потому что здесь девушка с гитарой под луной. Она, кстати говоря, я ее поставил в новую книгу, которая выйдет через пару месяцев. Вообще будут элементы ключ-два. Ну, весь ключ-два я не даю, потому что это даю, в принципе, в закрытой группе в райской, для изобретателей, потому что изобретатели, которые, ну, как тебе сказать, Альшуллер, помнишь, был? Альшуллер, ну, его ученики первые у меня тоже проходили практику, и они говорят, вот, когда у них идеомоторика, пошальник, говорят, о, состояние ведь стало такое, когда нет авторитетов, нет страхов, шаблонов мышления, свобода мышления, да, вот, я подумал, что это надо не только изобретателям давать, которые там создают что-то там и прочее, а может быть, всем, и поэтому я маленькие элементики дал в этой новой книжке, которая выйдет, и туда вошла эта картина, и там будет еще 32 картины, потрясающе, да, 32 картины, но я тебе эту гитару, девушку с гитарой, потому что ты сам играешь на гитаре, поэтому ты мне скажи, как у тебя дела идут в твоей музыке. Ну, я тут больше играю, то меньше, играю вещи, которые уже, как бы, умею, просто сяду в удовольствие, да, вот у меня, например, вот ты сейчас рассказывал, что вот если стресс возникает, ты думаешь про что-то, и как рисовать, и там, да, вот начинаешь потом через время рисовать. У меня в плане гитары, как раз наоборот, у меня когда душевный подъем, прям вот меня прет, да, мне прям вот хочется вот сесть, прям и вот это вот там, а я играю такую более энергичную музыку, да, и поэтому это вот такое, ну, выплеск, что ли, энергии происходит, поэтому меня всегда тянет в таких ситуациях больше играть. Я в последнее время продвинулся в плане, ну, развития в плане овладевания, овладения инструментом, вот, но маловато я играю, понимаешь, у меня как... Я тебе одно могу сказать, я гитару в руки практически не беру, без того, чтобы хлест хотя бы не сделать, или вообще там даже всю синхрогимнастику делал, иногда просто пару вещей, то есть там, ну, свои какие-то мелочи, потому что ты показывал пару своих там, ну, обычно, да, одну-две минутки, вот, и потом садишься, потому что я заметил на самом деле, вот хочешь-не хочешь, да, когда много сидишь, работаешь за компьютером, ну, все равно вот это вот, да, шея, плечи зажаты, потом, я уже сказал, что я довольно быстро металл, рок, играю музыку, от этого я заметил, у меня напрягаются еще дальше лопатки, здесь вот плечи, да, я прям чувствую, бывает, ну, бывает, не разогреешься, не разомнешься как следует, и вот потихоньку, ну, бывает болит, и поэтому я заметил, если не размявшись, я сядешь, то у тебя и больнее, и ты не так быстро в ритм входишь, даже идеи как-то не совсем так идут, да, особенно если когда сам импровизируешь, а вот когда поделаешь серьезно, то есть там, да, там сделаешь разминочку, с ключом при этом представляешь, что будешь играть в шедевры, да, то есть будешь классно. Ты знаешь, что я еще хотел сказать тебе? Мне сейчас просто больная будет звонить, извини, да, а я просто напоследок хотел сказать, что в этом состоянии, которое мы получаем с помощью раскрепощения, пять минут для храбрости, эндорфины где включаются, а вот когда мы делаем дольше, например, волну делаем, или ключевое дыхание делаем, потом волну делаем, кому как подходит, выходишь на состояние безмятежности и стресса, и там открывается эта энергия, и в каждой минуте вечность, то есть ты можешь за пять минут побывать в вечности, и там столько энергии открывается, и там появляется такое состояние, если ты просто сидишь спокойно, расслабляешься в этом состоянии, это нирвана, а если ты в деятельности это делаешь, у тебя получается поток Чиксен-Михаил, поток получается. Да. Ну это очень интересно, извини, вот уже начинается, да. Я тебя обнимаю, я тебя обнимаю, Германии, привет, до связи, в следующий раз договорим, ладно? Ну ты посмотри там, как с этими банками и прочее, это будет очень интересная концепция, до встречи, до встречи. Пока, пока.